никита курбанов никита привет всем привет как там у тебя дела на карантине выглядишь ты по крайней мере свежо хорошо как будто прям щадя друга то порваться я из душа да но в принципе нам дела так же как и у всех сидим можно сказать на удаленке тренировки также все проводим по определенным программам которые нам высылает тренер по физподготовке поэтому но условия конечно же наверно лучше чем нежели квартирные закрытом доме все-таки это большое преимущество сидеть на карантине как тебе отличная фотография это одна из моих любимых детских кто в нынешнем цска вот такой вопрос тебе отвечать за шутки отвечает за шутки слушать да на самом деле у нас так в принципе много заводил нас и майк такой очень общительный может спокойно поставить свою музыку что-то пообсуждать с ребятами да не несмотря на свою такую вроде как бы скромность он тоже очень любит пошутить посетить на самом деле как бы опять же такого определенного заводил и наверное нету андрюх воронцович конечно же да он очень общительный и юморной парень поэтому эти ребята привносят атмосферу нашу разделалку димитрий сатудис в этом сезоне 12 раз менял старт то есть 12 разных игроков в стартовых пятерках он выпускал но при этом ты неизменно и что в домашнем чемпионате что в евролиге выходил в старте как так получается почему именно ты вот та самая перманентная неизменная то что это наверное конечно же вопрос к тренеру потому что во первых у тренеров свой план всегда в голове на игру и он принимать решение как стартовать я просто стараюсь делать свою работу которую которую я знаю который не приносит определенное удовольствие и находясь на площадке и тем более начиная в старте такая большая ответственность конечно же всегда хочется со стартовых минут принести пользу своей команде видимо тренер это ценит и понимает мне очень приятно что тренер это видит и оценивать мой работой доверять мне место в старте есть отличные фото мне вот интересно как всегда вопрос о чем ты думал когда такой имидж носил это мне сколько это мне 19 лет 20 лет до я пытался подражать моде все серьга там посмотрите серьга была в левом ухе да это я когда мы играли чемпионат европы в чехове я сказал маме что если мы выиграем я обязательно себе проколю ухо почему-то для меня это видимо было основным стимулом в тот момент сейчас я стал умнее взрослее и понимаешь что в принципе можно было обойтись и без прокола один из лидеров да получается сейчас стал майк джеймс и многие комбинации выстрелены через него многие адаптированы под именно маленький джеймс насколько тебе комфортно с ним играть это наш мотор команды это тот человек как человек который задает темп нападение и мы в принципе просто должны немножко привыкнуть к тому что вот у майка бывают подобные решения но как мы сейчас посмотрели очень часто они заканчиваются более полезными каким-то действием то есть это или фолли забиты очки либо голевая передача на сколько часов в день ты тренируешься на карантине а еще было ранее вопрос а что собственно ты делаешь упражнение упражнение на самом деле на насколько хватит фантазии использую все свои под подручные как говорится средства кого-то есть у ребят беговые дорожки у кого-то велосипеды кого-то гантели и тому подобного кот вообще может быть есть тренажерный зал у меня есть велосипед есть велосипед тренажер и есть обычный велосипед вот можно бегать но и конечно же можно много делать каких-то вещей наверное не такие как как в тренажерном зале больше отжимание подтягиваний ускорение прыгалки то есть в принципе занять себя есть чем вот что касается времени но это примерно около там час-полтора то есть это все зависит бывает очень даже часто зависит от погодных условий вчера я начал бросать и пошел снег пришлось вот заканчивать серию бросков под снегопадом можно сказать у тебя естественно сын кирилл замечательный вообще поклонник фитбола почти на все игры твои приходит был в раздевалке цска однажды и даже два мяча себе там забрал у него есть кида баскетбольной тренировки ты с ним уже планируешь его баскетбольное будущее но я на самом как бы не то что планирую но конечно же не отдать его заниматься баскетболом мне кажется я не имею права тем более что он очень так сказать хорошо реагирует на мячик всегда когда видит уже понимаешь и баскетбольный волейбольный или футбольный мячик и у нас здесь есть даже детское кольцо специально купил чтобы ему можно было добраться он со мной иногда тренируется но в последнее время стал замечать что он просто садится на лавочку смотрит ему нравится когда папа тренируется это просудит и наблюдает и валентина спрашивает чем планируешь заниматься после окончания карьеры да да вот наверно сейчас как раз и все время подумать чем можно заниматься на самом деле пока что нету особо каких-то планов как-то много раз жизни было что когда ты что-то планируешь планируешь вот вроде и все так стоит с ног на голову что выплывает какой-то другой вариантом ты принимаешь решение поэтому как-то не они очень хочется загадывать на то чем заниматься после карьеры и пока что я люблю жить сегодняшним днем наслаждаться тем что есть и отталкиваться уже от сложившихся вокруг меня обстоятельств и ситуации дорогие друзья смотрите анонсы в наших соцсетях на сайте csk basket.com в общем везде смотрите сейчас как раз больше делать нечего так что пролистывайте соцсети узнаете когда и с кем у нас будет следующий эфир csk basket show карантин edition так сказать никит спасибо счастлива да спасибо всем большое спасибо за присланные вопросы желаю всем здоровья и душевного равновесия и спокойствия справляться со своими эмоциями и с какими-то проблемами в этот нелегкий период в жизни каждого человека